В региональном следственном комитете завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Алинина, обвиняемого в том числе в совершении жестокого убийства, сопряженного с разбоем и с насильственными действиями сексуального характера. Предварительным следствием установлено, что утром 12 июля 2020 года обвиняемый, находясь в лесном массиве на территории Алининского района, задушил и нанес не менее 45 ударов по телу 24-летней знакомой жительницы города Твери. Раскрытие данного преступления, совершенного в условиях неочевидности, представляло особую сложность в расследовании, связанную с отсутствием непосредственных свидетелей и недостаточностью полученных на первоначальном этапе расследования улик. В распоряжении следователя находились лишь данные, полученные из объяснений матери потерпевшей, которая обратилась в полицию с заявлением о пропавшей без вести дочери. На момент возбуждения уголовного дела не было установлено даже местонахождение тела потерпевшей. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета России по Тверской области с сотрудниками ОМВД России по Тверской области, оперативности исследования, получаемой информацией и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств, было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался безработный житель Оленина, который первоначально не признавал свою вину. Говорил, что высадил девушку на дороге и уехал. Однако с учетом полученных доказательств, в том числе видеозаписей с камер наружного наблюдения, признал свою причастность к убийству девушки и показал место сокрытия ее тела. После предъявления первоначального обвинения, уголовное дело продолжало представлять особую сложность в расследовании, вызванную большим объемом выполненных и запланированных следственных и иных процессуальных действий, большим количеством назначенных и проведенных судебных, в том числе молекулярно-генетических, сложных комиссионных медицинских судебных экспертиз, большим объемом оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, несмотря на неопровержимые доказательства его вины, в частности, заключение генетической и комиссионной медицинской судебных экспертиз, обвиняемый отрицал факт совершения им насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, разбойного нападения на последнюю, а мотивом убийства называл личные неприязненные отношения, вызванные оскорблением его со стороны девушки. Все версии обвиняемого не нашли подтверждения. Так установлены иные мотивы убийства потерпевшей, сексуальной и корыстной, а также факт совершения убийства с особой жестокостью и совершения иных действий сексуального характера и разбойного нападения. Уголовное дело с утвержденным обвинителем заключением поступило в Тверской областной суд. О дате рассмотрения мы сообщим в патрульной службе. Продолжение следует...